Цели устойчивого развития. Глобальный план стран-участниц Организации Объединенных Наций до 2030 года. Какие цели, на ваш взгляд, наиболее актуальны и для Гомельской области, и для Беларуси в целом? Я считаю, прежде всего, устойчивое развитие меняет мышление человека и вообще подходы и способы действия. И ключевая роль в обеспечении таких изменений отводится именно образованию. Образование дает возможность человеку осознать характер и масштаб проблем. Образование дает возможность обрести необходимые навыки, ценности, компетенции с тем, чтобы потом применять нестандартные подходы, креативные подходы к решению тех или иных задач устойчивого развития. И еще самое важное, добиться понимания местного населения, что есть необходимость в образовании на протяжении всей жизни. Это уже не европейский, а мировой опыт. Да, безусловно. Причем всех категорий населения. Все, кто у нас присутствуют, представлены, скажем так, в Республике Беларусь, все должны стремиться и могут стремиться к образованию на протяжении всей жизни. И вторая, я считаю, такая глобальная цель, это 17-я цель партнерства. И наверняка она не просто так замыкает эту цепочку целей, потому что только в партнерстве возможно решать проблемы. Внутри страны это партнерство государства, бизнеса и общественности. И необходимо также развивать и международное сотрудничество, поскольку сегодня все проблемы имеют уже глобальный характер. Вы говорите об этом со знанием дела, так как являетесь не только руководителем общественного объединения, но и являетесь координатором региональной партнерской сети некоммерческих социальных организаций Гомельской области. Вот какой вклад могут внести активисты этих объединений, в том числе в реализацию повестки 2030? Безусловно, организации, общественное объединение выносят свой вклад в достижение цели устойчивого развития. И на мой взгляд, сегодня они являются таким достаточно сильным игроком на поле устойчивого развития. Тем более, что сферы деятельности совершенно разные. Абсолютно разные. Наши организации, их сейчас насчитывается 30, они работают абсолютно в разных направлениях. Это и экология, и региональное развитие, развитие агроэкотуризма, инклюзия, неформальное образование взрослых, самозанятые, женское предпринимательство и так далее. С одной стороны, все работают в своих направлениях, но с другой стороны, все мы объединены тем, что заявляем о своей приверженности с целем устойчивого развития. Мы работаем на принципах взаимопомощи и взаимоподдержки. Стараемся разрабатывать совместные проекты, потому что это тоже уже ни для кого не новость, что организация одна не в состоянии решить какую-то проблему, а объединяясь, мы достигаем гораздо лучших результатов. Вы возглавляете областное общественное объединение «Социальные проекты». Какие из инициатив помогают решать по-настоящему актуальную и серьезную проблему общества сегодня? Последние годы мы работаем с такими непростыми категориями, как осужденные, которые скоро освободятся. Основная цель в работе с такой категорией – это содействие их ресоциализации, и мы это достигаем опять же через образовательные проекты, то есть это овладение осужденными еще те, которые находятся в местах лишения свободы, содействие, скажем так, в овладении ими профессиональных навыков. И, наверное, сейчас многие знают о том, что с 2015 года ВК в исправительной колонии «Женская-4» появилась возможность получать высшее образование, и затем этому последовали еще 17 исправительных колоний Республики Беларусь, где осужденные получают по самым разным специальностям образование. Ну и, конечно, большое значение имеют и другие программы, как, например, мы второй год разработали и работаем над программой по ответственному родительству для осужденных женщин. И сейчас на очереди еще программа по отцовству, потому что мое глубокое убеждение, сколько бы мы не готовили программы профессионального уровня, скажем, значения. Но пока в семье плохо, пока есть какие-то вопросы, никакого результата мы не добьемся. И мы как раз работаем над тем, чтобы у всех осужденных, которые стремятся к гармонизации детско-родительских отношений, семейных отношений, эта проблема была решена. И еще одно важное направление – интеграция Рома. Здесь тоже есть над чем поработать. Да, безусловно. С этой категорией мы работаем уже достаточно давно. Начинали мы с оказания помощи жертвам национал-социализма, то есть работали с пожилыми Рома. Но в процессе работы мы постоянно мониторили, скажем так, какие есть проблемы и потребности в этом сообществе. А что же востребовано действительно? Да, что востребовано, что их беспокоит. Благодаря нашему сотрудничеству с ромской организацией «Романодром» мы вместе исследовали эти потребности и выявили, что их беспокоит. Это образование детей. И нами был 4 года тому назад инициирован проект, который сейчас имеет свое продолжение. Проект называется «Образование Рома. Новый взгляд в будущее», в которой включены 5 школ в Гомельской области. И вот в этот двухлетний промежуток 165 детей проходит обучение по нашей программе. Дети-дошкольники получают дошкольную подготовку и приходят к школу абсолютно адаптированными и готовы к восприятию материала учебного, коммуникации с учителями, с детьми. Дети школьного возраста, которым мы помогаем в подготовке домашних заданий. И, скажем так, они получают такое общее образование, развитие, компетенции. И работа со взрослыми Рома, с их родителями. У нас есть в каждой школе родительские клубы. Родители и бабушки могут приходить, и другие родственники приходят на такие занятия, на которых они обсуждают проблемы в воспитании ребёнка, общаются с психологами, с педагогами, имеют возможность принимать участие в курсах компьютерной грамотности. А те, кто, допустим, неграмотны, мы им помогаем обладевать грамотой. Мне бы хотелось сказать, что это особенная группа. Почему особенная? Потому что здесь требуется работа не только с ними, но и в целом с обществом. Потому что пока общество не придёт к осознанию своей доли ответственности за тех, кто рядом, к пониманию проблем другого человека и к принятию этим проблем, мы не сможем решить проблемы в данном конкретном сообществе. Действительно полезный проект, а ещё хороший повод задуматься для каждого из нас. Спасибо за интервью и до встречи в эфире. Спасибо большое.